доброе утро друзья смотрите у нас какой дуба и у холода его вот эта гора что была так заснежена я никогда в жизни такого не видела вот здесь сколько я жила она была там заснежен где-то наверху чуть-чуть ну чтобы вот так практически вся ни разу я вот сколько 17 лет здесь живу такого не у нас на улице всего 9 градусов время уже 10 часов на минуточку вообще дубео холодео и был ночью дождик ну прикол ты может знаете вот я куда в горы хожу туда вот так и дойдешь до снега офигеть сейчас пойду белье постирать пола поэта и посмотрим что у нас тоже завалило еще и дожди капает ой какой дубы хотя там вроде как нет пасмурно смотрите какая красота даже вот эти вот все чтобы такого нас было никогда а тут вообще как холодно что-то я укулючилась а на улице вроде как и не очень холодно главное знаете ветра нет и нормально и печали тоже укулючила где он там есть то а вот потеряла сейчас подруга хотела тоже со мной пойти гулять вот сегодня запланировала типа этой дороге на пляж посмотреть стреляет там они стреляют она говорит что это типа дорога грязная будет после дождя да ничего здесь в районе здесь просто нет такого чернозема как вот например в россии или что здесь вот камни какие-то и они пропускают хорошо влагу и в общем-то нормально я вот своих вездеходах им уже третий год они кстати специально для таких вот дорог в горы ходить вот ну специально и везде хожу в них как это и даже их можно сказать не мою не стираю они все в дырочках все дышат поэтому нормально смотрите видите дождичек был снег и вот с гор вода спускается в общем иду на пляж посмотреть я в последний раз когда ходила сейчас кого не послушаю никто не говорит в последний все говорят в крайне не мне как-то знаете странно это слышите как-то как-то я в крайний раз ходила мне как-то неприятно и неуютно как непривычно слышать поэтому когда в последний раз ходила на данный момент был тут раз последним вроде как не стреляли ну вот эти вот хлопушки для птиц помните я вам рассказывал ставят хлопушки что птицы не съедали что там они наверно посадили что-нибудь или что а вот и потому что если стреляют то придется вернуться обратно чарли же трус будем надеяться что нормально дойдем до пляжа и погуляем а вообще конечно это жесть ладно там вот это серо невада ну чтоб вот эти горы были за снегу это вообще впервые я вижу вот смотрите вот это я никогда ее не видела вот эти пипец смотрите какая красота там рыбаки а тут морюшко бегут и ручьи и текут и ручьи вчера того что он был а сегодня ждите смотрите на обед я знаете что захотела пельмени пельмени будешь буду вот хотела баклажаны пожарить меня там баклажан есть такие тонкие но что-то лень сегодня что-то делать что-то готовить у меня есть еще бучера осталось но как бы тоже его не охота мужу скормлю вот и освободилась баклажечка сюда пересыплю ну а мне же нут еще есть вареные уже но пельмени захотелось что поделаешь буду пельмени есть осталось немножечко я сама всегда леплю хотя можно купить в русском там подруга у меня делать но вкуснее своих не бывает чтобы кто бы не говорил правильно если честно у у меня рыбные были и обычные я не знаю какие это не помню потом сюрприз будет когда сварю так и сразу чаек поставлю что у меня был горяченький чаек я люблю после обеда попить чай с вкусняшками с конфеткой там хотя в последнее время ем вот эти вот как как птичье молоко обязательно лову ложечка и и будет нам счастье так что вот так вот пельмени будешь буду муж у меня есть пельмени жареные только а вареный почему-то не нравится вообще не любит очень макаронные изделия поэтому как бы и вот пускай дарятся у меня не пельмени я люблю ну следом это понятное дело а еще с бульоном я люблю чтобы знаете как супчик похлебать все разобрала пришла с улицы вся запарилась потому что я ходила вот в этой кофте сверху накинула это куртку мою походную и нафиг вся запарилась на и уши сняла и все на свете пельмени будешь буду ням 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 няшечки а у вас что сегодня на обед по воскресенье вообще вы готовите что-то такое особенное может быть куда-то выходите или что потому что мы раньше выходили ели тапы пиво пили а сейчас как-то не охота нет особого желания потому что знаете осталось буквально ну последние месяца чтобы весь этот ужас как-то приутих и вот как говорится лучше перебздеть чем недобдеть я считаю потому что как-то когда уже вот осталось совсем чуть-чуть а ты подцепишь что-нибудь ну как-то не хочется совершенно такой вот у меня мнение перебдеть чем недобдеть ой не обязательно и опять не поставила так ладно сейчас покажу что получится пельмени люблю только со сметаны не с кетчупом не с уксусом ничего такого кстати это рыбные пельмени укропчик вот насыпала и сметана это вот самое вкусное блюдо и чай всем приятного аппетита муж купил себе хлеб какие-то вот такие вкусняшки я такая достаю он такой теплый горячий хлеб только что испекшийся жалко что я не ем мне не нравится такой хлеб но он теплый прям так и хочется руки погреть об него вообще вот в это время что это вкусняшки такие интересные надо попробовать ну давайте продегустирую очень интересно пахнет вкусно бисквит какой-то я думал там начинка такой знаете пористый-пористый у нас уже темнеет и я сейчас пойду белье с ним потому что если нет то так как у всех камень и белье будет потом копченые в том плане что будет пахнуть копченым ухты как тут красиво ядрит мадрид такое небо в розоватые ну надо же прикольно такие краски розово-сиренево-голубые и никого на улице не вот это панорама 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 напоминает знаете есть фильмы такие начинаются когда не помню какая вот как это назвать то господи но от начала фильма и показывают там крыши вот такие вот вот такого цвета коричневый не помню как называется вот это все мероприятие вот напоминает не так жизнь не кончится о снег то не растаял прикиньте обычно тает а нет вон лежит сейчас гляжу девчонки все подружки мои все все ранен ваде вон там на снегах катаются на лыжах на санках и вот видите мне что-то как-то не хочется не знаю почему соседи приехали свежо вы любите за соседями подглядывать я очень я очень никого нету ладно буду брать тут почти тоже все мужа мои вообще ничего нет кроме носков но я стирала такой темный завтра надо еще одну стирку заложить вроде бы дождей больше все не обещают хотя этой ночью всю ночь лил дождь ну заметно по горам до что вот так и уже чувствуется что начинается жить начинается начинать жить камины а еще включаем обогреватель носки мои которых я сплю вот эти вот носки они не высохли их надо вот тоже повесить вот так и чтобы высохли высохли фонтаны лето кончилось нежданно и нужно закрыть жалюзи потому что ну потому что здесь одно только стекло и в общем то будет холодно то есть все тепло будет уходить все практически ко сну готов так мы готовимся ко сну а вы как готовитесь а я знаю у кого тепло дома ходят в одних пижамах шортиках и все такое нет а вот так вот тепло я тут в душик пришла надо кстати воду включить чтобы вода слилась и полилась горячая вода вы знаете сегодня весь день сижу там фейсбуке в инстаграме везде буду раздеваться на камеру кстати нарана еще на них кто не видит когда раздевают а на камеру на самом деле не удалось но в общем и все сидят знаете вот очень много таких людей Вот живут они в Испании и сидят, обсирают ее, вот прямо обсирают. Правительство такое, такое-секое. Я вообще не понимаю людей. А живут в Испании. Езжайте, где хорошо, езжайте, там больницы плохие. И вот они, знаете, сидят, обсирают. Один там, значит, мне сейчас вообще понравилось. Вот, смотрите, снег выпал, а у них даже снегоуборочных машин нет. Снег в Мадриде выпал впервые за 50 лет. За 50 лет, друзья. Зачем Мадриду снегоуборочные машины, если это происходит раз в 50, а то и в 100 лет. Это как, знаете, как раньше было, даже масок нету. Когда вот началось все это, а кто знал, что все это будет? Вот у меня лично маски дома вообще никогда не было. Почему его правительство должно было иметь? Кому они нужны были, эти маски, год назад? Никому. Мадриду снегоуборочные машины нахрен нужны. Нахрен. А он, значит, сидит, возмущается. Ну, короче, я его послала в страну, где ему хорошо. Потому что я к нему зашла, а он, знаете, везде, на каждой, вот, на каждое там какое-то высказывание, мужик какой-то. И везде он там, значит, там, ну, обсирает. И я ему говорю, какого хрена ты здесь сидишь? Ну, езжай где хорошо. Зачем? Как говорят, не плюй в колодец, из которого ты пьешь, правильно? Ну, не знаю, может, что-нибудь ответит. Ладно, я пошла в душ принимать, включила обогреватель, ничего страшного, переживу. Вы знаете, эта проблема тоже решается. Отоплений нету. У меня подруга построила себе дом и сделала себе отопление. И у нее дома лепота. Друзья, стройте себе свои дома, делайте отопление. Снимайте себе квартиры, где есть отопление. Это не страна виновата, это виновата в том, что у вас мало мани-мани. Все, проблема решена. Работайте больше и будут деньги и на отопление, и на все, что угодно. А если нет денег, то, как говорится, это вина не правительства, не страны, только ваша. Ну, что, не права, что ли? Ладно, повозмущалась, я вот знаете, что смотрю, мне уже скоро стричься пора, потому что уже все, трендец капец. Завтра мне на работу, потому что с утра уложу мою подружку, мы с ней в 10 договорились, и потом, наверное, по магазину пройдусь. У нас же скидки начались, но мне ничего не надо, у меня все как в Париже или где там, у меня все есть. Ну, что-нибудь как это, как говорится, до урву. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь и ставьте лайки. Спасибо за комментарии всем. Пока-пока.